ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я снова рада вас видеть, очень, как и всегда. Что рассказывать? Про концерт, давай, наверное, про полет. Про концерт. Ох, я когда только начинаю вообще говорить и думать, у меня начинают все поджимки пустись, потому что этот концерт для меня, ну, я, наверное, очень часто употребляю слово «волнительный». У меня прошлый концерт филармонии был очень волнительный, выступление на «Новой звезде» было, ой, такое волнительное. И сейчас вот как следующий этап такой, следующий большой, очень важный для меня шаг, это концерт в Феско-Холле. Это площадка, ну, прям, мне прям страшно, я не знаю. Это, во-первых, площадка большая, она какая-то такая статусная, что ли, где выступают все звезды, поэтому для меня это как очередная попытка преодолеть себя и посмотреть, на что я способна, способна ли я на это. Неужели после «Новой звезды» ты еще сомневаешься, что ты способна на многое? Мы не сомневаемся, я уверена, что это будет замечательный сольный концерт, который соберет очень много твоих поклонников и новых своих слушателей. Давай упомянем, с кем ты буквально в дни выходишь на эту площадку, это очень интересно. Ну да, 19 октября Любовь Казарновская, 20 октября Люся Алексеенко, и 21 октября это группа термейца и Антон Беляев, очень... Добавляет волнение. Компания такая, да. Но тем не менее, ты готовишься, все практически, наверное, уже вот-вот идет к завершению, все подготовки, все работы. Расскажи о процессе, как долго необходимо было, как много времени необходимо было потратить на то, чтобы подготовить большой сольный концерт на такой площадке? Ну, готовились мы не меньше трех месяцев, а единственное, что подготовке очень сильно мешало то, что у меня не в форме были связки, и мы не могли репетировать. То есть я готовилась к операции на связках, после операции я не могла долгое время разговаривать, и мы только в начале октября смогли приступить к репетициям, потому что я только к этому моменту восстановилась. Но в принципе, вроде все хорошо, все успевается, концерт должен быть на таком хорошем уровне. Я думаю, что если кто-то из наших зрителей видел концерт, был на концерте в филармонии, они не дадут соврать, я стараюсь делать все-таки красиво, чтобы мне самой нравилось, потому что когда я в филармонии была, я пришла вначале на чек, я посмотрела на сцену, я такая, о боже, какая красивая сцена. Вот, и я надеюсь, что в этот раз все будет так же, и что зрители, когда зайдут, им тоже все понравится. Нужно быть хорошо. Прям новые песенки будут, старые песенки будут. Мы опять же, сейчас будет скоро премьера клипа «Горький шоколад», а на самом концерте мы презентуем клип «Город». Вообще 20 октября, это же день рождения нашего Приморского края, очень так получилось символично, я прям очень хотела именно эту дату. Когда нам ее утвердили, я была очень рада, и мы как раз к дню рождения нашего края приурочили выход клипа «Город» про наш Владивосток с нашими людьми у нас, потому что, ну, город наполнен прекрасными людьми. Жаль, что всех не удастся снять, потому что всего три минуты. Но, Федор, то есть сам клип в соцсети выйдет позже, но на концерте мы все-таки зрителям покажем это все дело. Думаю, это вот мне даже само сейчас очень интересно, потому что я сама еще ничего не знаю, не видела. Посмотрим, как это будет. Мы еще в нашем разговоре обязательно вернемся, конечно же, к концерту. У нас еще немало вопросов есть. Я бы хотела чуть-чуть в прошлое, а потом в будущее перескочить. Ты была у нас буквально сразу после завершения конкурса «Новая звезда». Напомним, что ты стала финалисткой. Ты заняла третье место, почетное место, потому что это была очень серьезная борьба. Хорошая борьба. Вообще-то все благодаря вам и зрителям. Так бы я бы в одного не справилась. Но, тем не менее, мы слышали, как и видели, как ты выступал. Это было замечательно. «Новая звезда» и наверняка после «Новой звезды» у тебя в жизни такой новый этап. Это так? Расскажи, как ты живешь сегодня? Что изменилось, помимо того, что ты осмелилась на большой шаг с сольным концертом, как мы уже поняли, а это действительно серьезный шаг для вокалиста. Расскажи, что еще поменялось в твоей жизни? Это очень интересно. Спустя вот некоторое время. Я даже не знаю. Мне очень трудно сказать, вот отчертить черту и сказать, что именно после «Звезды». У нас и во время «Звезды» тоже шли вот эти планы и наметки по поводу съемки клипа. Ну, по крайней мере, «Горький шоколад» мы тогда уже планировали. Просто после «Звезды» я повстречалась, скажем так, у нас здесь в городе еще с людьми, которые готовы помогать. Готовы, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что съемка любого там видеоматериала, особенно качественного, особенно если это много съемочных дней, это очень дорогостоящие мероприятия. Ну, так вот мне повезло именно после «Звезды» именно с тем, что я встретила людей, которые готовы мне просто помогать. Которые ради искусства, ради клипа, ради того, чтобы создать какой-то творческий, красивый проект, который в рамках города будет значимый, который покажет с красивой стороны наш город, вот они согласились помогать вот просто так. И, ну, я озвучу Алексей Новиков, наш видеооператор, и Сергей Карипанов. Я бы его, наверное, даже продюсером назвала в данном контексте. Это те люди, которые мне сейчас помогают. Моя команда, они мне с концертом очень много помогают. То есть очень приятно слышать, что ты не приехала после конкурса, и не закончилась твоя творческая, большая творческая жизнь на этом, а только все продолжается, и люди, как ты говоришь, поддерживают тебя. Получается, что ты едешь новый проект. Сейчас мы посмотрим, что будет Феска. Да все будет замечательно. У меня прям в страшном сне снится. Я выхожу на сцену, и сиди, ты там, мама, бабушка и сестра еще. Люся, ты зря так думаешь. Мне кажется, это страшный сон любого артиста. Безусловно. Поэтому я думаю, что я не одинока в своих страхах. Мы знаем, что ты человек, который по-настоящему над собой работает всегда. И, конечно, ты, как любой творческий, талантливый человек, ты сомневающаяся личность. И это хорошо, потому что это не дает нам останавливаться на достигнутом. К слову, Люся, ты ведь сама автор песен своих. Бывает. Как у тебя сейчас с написанием? Может быть, муза чаще стала посещать? Или нет? Нет, муза посещает, слава богу, что муза посещает моего прекрасного гитариста Лешу Охотникова, который продолжает писать нам песни. В концерте прозвучит. Вот у меня, я уже делала когда рассылку людям, приглашала на концерт, я уже написала, что у меня появилась еще одна любимая песенка. Вот мы сейчас над ней работаем, доделываем. Ой, так нравится прям хорошо. Ну, то есть, впоследствии мы все-таки, мы ее запишем, потом, ну, вот на концерте она впервые прозвучит. Я прям жду не дождусь. Леша пишет. У меня пока творческая затишье по поводу написания. Не знаю, может быть, когда-нибудь все-таки муза снизойдет до меня. Я думаю, это еще связано с тем, что у тебя очень плотная подготовка к концерту, а это отнимает много сил и времени. Ну, так мы не можем не понимать этого. Только у меня подготовка к концерту, съемка одного клипа, съемка другого клипа. И жить еще надо успевать, кушать иногда. Да, поэтому... Ты приоткроешь нам завесу тайны и буквально незадолго до премьеры расскажешь о своей песне, о своем клипе «Горький шоколад». Такие намеки, может быть, Даша. О чем эта песня? Ну, песня «Горький шоколад», она уже слушателю давно известна. Даже на ютюбе раскальзывали комментарии, что какая прекрасная песня. Она, по-моему, она даже может заменить «Дороже золота», «Лучше, чем дороже золота». Вот так вот писали люди. Я думаю, ну, слава богу, уже хоть про какую-то другую песню стали говорить. Это очень приятно. Она у нас была выпущена на ютюбе в акустической версии. Мы ее записывали очень давно уже, даже не помню, когда. И потом концертная версия в другой аранжировке, более насыщенной, наполненной, тоже пользуется популярностью, то есть у людей очень хорошие отзывы. Ну и, естественно, мы ее решили записать уже в качестве, в хорошем, студийную версию. Спасибо Сереже Таранову в очередной раз, что он нам помог в этом деле. Аранжировала ее полностью моя группа, которая «Люси Бэнд». Да, тебя еще стоит отметить, что ты еще известна в городе, не только в городе, как певица Люси. Морская. Морская певица для Владивостока. Это такой символ нашего города. Ну да, море, море – это наше все. Да, поэтому если кто-то знает тебя как Люси, пусть знают, что концерт Люси Алексеенко, Люси – это один и тот же человек, и пусть приходят и с удовольствием слушают твои песни. Помимо всего прочего, в концерте еще и прекрасные музыканты у меня, я вот не могу обойти стороной их. Это, ну, одни из лучших. У нас много хороших музыкантов, но я вот прям, я прям горжусь своим составом музыкантов. Много человек, да, заняты в программе? Ну, именно, если именно музыкальную прям часть смотреть, ну, человек 9, наверное, у нас будет, 9-10. Достаточно. Да. Не знаю, надо посчитать. Так, им привет, да? Так, мы вернемся к клипу, да? Конечно, да. Ну вот, мы записали студийную версию, опять же, генератор идей у нас в коллективе – это Леша Охотников, он и песни пишет, он и сочиняет идеи к видео, и идея «Горького шоколада» – это тоже была его. Они на пару с Игорем Болтовым, который видеооператор наш, и отчасти и режиссер, и наш, в общем, и ваш, любимый всеми нами, они вместе дописали сценарий, и, то есть, я пока не получила черновую версию монтажа, я до последнего не могла еще полностью составить картинку, то есть, я делала, что мне говорят в съемке. Получилось, да, полностью на ребят? Да, на ребят, и в итоге вот я на днях получила черновой монтаж, и это, конечно, может быть не скромно, но мне так понравилось. Такой прекрасный получается клип, в общем, я жду не дождусь, вот мы его уже прямо на днях доделаем, и в субботу в баре «Шибер», в субботу 15 октября. Можно будет прийти. Да, можно будет посмотреть его на большом экране. Вот впервые мы его выпустим капельку позже в сеть, то есть, он в субботу не появится, то есть, в субботу, вот кто хочет, кто хочет быть первым, посмотрите и оцените, посмотрите на большом экране вместе с нами, поделиться эмоциями, впечатлениями. Очень мы были бы рады всех видеть в «Шибере». Ну, и это все будет в рамках нашего концерта, то есть, мы еще и концерт подарим. Очень здорово, то есть, можно убить двух зайцев. Да, и музыку послушать, и клип увидеть. Ну, получается, вот, очень-очень, он такой теплый, трогательный. У меня еще там два прекрасных танцора, замечательных просто. Я после того, как посмотрела монтаж, написала, Саша зовут мою танцовщицу прекрасную, я говорю, Саша, какие вы красивые. Она тоже ждет, не дождется премьеры. Получается, что люди сами просят тебя снимать клипы на любимые песни, а ты еще сомневаешься, что кто-то придет на концерт. Я уверена, что зал будет полным, и что все с нетерпением ждут этого концерта у нас в городе. Но, тем не менее, конечно, это очень серьезная подготовка. Ты сказала, что ушло три месяца по времени, да? Ну, около того, то есть с момента принятия решения с договоренности с феско-холлом, да, вот, до момента концерта, да, даже больше. Ну, просто большую часть времени мы не могли готовиться физически, потому что я не могла. Там только обговаривались какие-то технические части, да. Ну, то есть, в принципе, уже все готово, да? Практически. Мы вот сейчас очень скорыми темпами репетируем, потому что на репетиции очень-очень мало времени, как я уже сказала, с начала октября всего, а у нас все-таки и новый материал есть, который вот песня полностью с нуля, и мы, ну, в какие-то старые аранжировки вносим изменения. Поэтому, ну, практически готово, но все-таки еще вот у нас есть неделька, чтобы все довести, да, вот, на безукоризненности. Ну, я, конечно, очень. Будем надеяться, что так все и будет. Да, очень смело сказала про безукоризненность, потому что, помятуя прошлый концерт с моими переодеваниями, когда мне приходилось, когда я ушла за сцену, пристегиваю юбку, нет, босоножки, надеваю босоножки и понимаю, что уже начинает играть припев. Кладу вот так вот на стул микрофон, сидя, ну, то есть я сижу застегиваю босоножки и сидя вот так вот микрофон на стуле я пою «Не говори!». Это было очень смешно, я так и не успела выйти до конца песни, потому что вот мне очень хотелось надеть свою красную пачку, да. Но, тем не менее, ты спела, это было очень даже интересно. Да, очень-очень забавные кадры, конечно. Ну, все равно все приходит с опытом. Надеюсь, что, ну, посмотрим, как в этот раз получится. Все равно такие моменты, я считаю их живыми и в живом концерте. Ну и ладно. А как их весело вспоминать потом. Вспоминать, веселее всего. Самое-самое веселое, это когда я смотрела видео, у нас прекрасный барабанщик Игорь Петров, и он играет вот этот выход на припев, а певицы нет. И я просто пропустила еще, по-моему, там первое слово, потому что пока я сообразила, все. И он такой выходит, и его показывают крупным планом, и у него такое лицо такое, ой, типа, ой, а где голос, что-то не там. И такой вылупнулся, и поехали дальше играть. Такие прям очень веселые моменты, да. Я так понимаю, что твоя команда тебя очень поддерживает. Ты ее гордишься, да, наверное, по-настоящему. Конечно, безусловно. Вот они у меня, единственное, что они у меня все такие творческие, что мы когда начинаем что-то вот одно делать, они говорят, а может быть вот такой аккорд попробуем, а может этот аккорд попробуем, и мы можем всю репетицию пробовать разные аккорды. Ребята, ну давайте уже на чем-нибудь остановимся. У тебя также выходит еще один клип, про который ты сказала. Да. Это клип «Город», да, если не ошибаюсь? Расскажи об этой песне чуть побольше нам. Мы уже поняли, что это подарок, сюрприз Приморскому краю. Ну да, это вообще в принципе... Песня «Признание», да, наверное? Конечно, это вообще песня про Владивосток, хоть само имя города там и не фигурирует, мне кажется, из песни и так понятно. Мы первый раз презентовали его, эту песню на прошлый день города, как видео с концерта. И к этому дню города мы уже сделали аранжировку красивую, студийную. И сейчас снимаем клип, да, и, конечно, очень символично, что день рождения Приморья. Клип должен быть тоже очень интересный, он с сюжетиком таким, то есть там не просто нарезка, там и узнаваемые места города, и узнаваемые люди, ну, многие люди, кто является лицом города или кто чего-то добился, там наши чемпионы, спортсмены, например. Ну, мы постарались там задействовать таких вот узнаваемых людей, узнаваемых в разных сферах, из разных областей жизни, скажем так, городской. Ну, мне пока трудно говорить, ну, то есть мне сама задумка нравится, вот наш весь сценарий, все, что там происходит, но как вот это будет реализовано, для меня еще для самой загадка, поэтому мы уже посмотрим это непосредственно на концерте. Но мне что-то подсказывает, что это должно быть очень интересно. Ну, тоже в этом абсолютно уверены, и будет здорово, и спасибо вам, твоей команде, тебе за такой замечательный подарок. Это приятно. Он у нас даже немножко волшебный. Даже волшебный? Так, не раскрывай всех секретов, подожди. А Горький шоколад тоже немножко волшебный. Ну, есть тизер небольшой, да, к песне Горький шоколад, и я думаю, что телезрители сейчас увидят его на своих экранах. Я также хочу сломать один стереотип сейчас вот здесь в студии, который, я думаю, есть, наверное, к сожалению, у многих и музыкантов, и просто слушателей, что, будучи музыкантом, исполнителем, автором песен, вообще артистом, невозможно развиваться на местном уровне. То есть ты упираешься в какой-то потолок рано или поздно, и все. Вот мне кажется, что ты этот стереотип абсолютно ломаешь сейчас. После «Новой звезды» ты не осталась в Москве, ты приехала в свой город, и здесь сольный концерт. Ты говоришь о помощи твоих коллег по цеху и так далее, о поддержке людей. Мы знаем, что она есть, что тебя очень любят, слушают. Давай я сломаю сейчас этот стереотип, что невозможно развиваться дальше здесь. Я как-то не задумывалась, но мне все говорят, почему ты не осталась в Москве? Я говорю, что там делать мне? Когда у меня здесь все, у меня здесь друзья, здесь вся моя поддержка, здесь есть люди, которые помогают. Здесь действительно можно снимать очень хорошие и качественные вещи. Я думаю, что те, кто увидят, например, «Горький шоколад», они в этом убедятся, потому что снято все очень красиво. Есть возможность записывать качественные песни. Интернет у нас повсюду, поэтому из любой точки мира ты, в принципе, с помощью того же YouTube и соцсетей можешь это раскачивать. Трудно другое, трудно выходить на российский уровень, потому что там нужно финансирование и промоушен такой конкретный, продвижение на телеканалы, на радиостанции. Это все денег стоит. Не знаю, где брать эти знакомства. А на местном уровне, ну, я не знаю, на мой взгляд, я в свой потолок еще пока не уперлась. То есть я пока могу сказать, что развитие действительно возможно. Главное, вы главное пишите. Творите, да? Творите, да. Потому что хороший материал, у нас вот очень много сейчас, да у нас много прекрасных музыкантов, которые свое пишут. Мещерякова, Марлины, чего у нас одни только стоят, Алана О. Это люди, которые творят, делают, развиваются, их поддерживают, любят в городе. Действительно много поклонников. Да, это далеко вот все перечисленное мной, это вот просто вот мои любимцы, да. У нас еще есть множество разных проектов. И, пожалуйста, творите, делайте. Не обязательно всем ехать на телепроект «Голос», да, например. Ну, почему нельзя развиваться здесь? Ну, конечно, хотелось бы. Никто не спорит. Но у тебя еще все впереди, я уверена, это однозначно. Пока что дари нам здесь свое творчество. И я еще раз повторюсь, у тебя есть поддержка телезрителей, поддержка публики. И, к слову, насколько она важна для тебя? Очень важна. Ну, безумно важна. Ну, кто артист без зрителя, без поддержки? Это так, дома куда-то в стол там что-то писать, в душе петь. Конечно, все, тут такой какой-то симбиоз. Ты вроде это делаешь и для себя, и для зрителя. И ты даже не знаешь больше для кого, потому что тебе самому это приносит колоссальную радость. Но когда это люди слышат, ну, все-таки есть вот этот момент какого-то тщеславия, да, все-таки. Потому что, когда ты сделал что-то, тебе оно самому, ну, так нравится, так нравится. И когда тебе еще кто-то говорит, ой, как здорово, ой, а мне тоже так нравится. Это стимул. Это стимул писать, делать дальше и развиваться. Конечно, важно, очень, 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 очень важно. Так что поддерживайте, приходите на концерт, который состоится, еще раз повторим, 20 октября в Феско-холл. Сольный концерт, большой сольный концерт Люси Алексеенко. Все-все-все, приходите, это будет здорово и интересно. Люся подарит вам свои песни, свое тепло, которое от нее исходит. Люся, спасибо тебе за это. Еще есть к себе небольшой вопрос, напоследок, к сожалению, уже выходит время, так незаметно, да, как всегда. А еще планы ближайшие какие-то твои? Поделишься с нами? Ой, у меня они такие слегка призрачные, потому что у меня сейчас все внимание, вот, все внимание на концерт. А там разберемся, но очень хочется поездить по России все-таки, потому что есть предложение, я уже тоже в других эфирах об этом говорила. Мы все-таки хотим проработать вот эту вот схему, потому что, опять же, развиваться на местном уровне можно, да. И я говорю, что тяжело идти на российский уровень из Владивостока, потому что логистика, потому что очень дорого. Если брать там в группу 7 человек, да, вот у меня 7 человек группа. Ну вот, как бы. Прекрасно все, я думаю, всем понятно, да. Билеты, гостиницы, ну и опять же еще и гонорар хоть какой-то, худо-бедно. Это прям очень дорого все, поэтому мы ищем пути и думаем, как вот сейчас нам оптимальным образом попробовать все-таки организовать какие-то такие гастроли первые. Вот, ну, есть мысли и задумки, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, то есть предварительный план развития дальнейшего такой. Люся, спасибо тебе большое за этот разговор. Приходи к нам еще, рассказывай про свои первые гастроли, которые, я уверена, что скоро состоятся. Я имею в виду первые гастроли по городам России, да, всероссийские, масштабные. Я уверена, что все получится. Удачно тебе концерта. Спасибо. Больше слушателей. Да, 20 октября, 19.00, Феско-холл. Батюшки. Спасибо тебе огромное, что пришла к нам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланы Бережная. Увидимся на восьмом. 20 октября. Феско-холл. Живой триморский звук. Люси Бэнд. И голос дороже золота. Люси Алексеенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова